и анастасии вопросы которые волнуют вас и на самом деле не простой прямой эфир сейчас я подключу так приглашаю секундочку так 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 секунду я сейчас подключу так не слышно а вот теперь слышно да добрый день а у нас сегодня состоится прямой эфир я вот ну так мы знаем что с вами очень дружим и я знаю что очень участились много случаев и об этом пишут и рассказывают про то как дети родители покупают игрушки интересные для детей да очень много всего разнообразия да и детки маленькие проглатывают много чего и я знаю что вы там спасаете огромное количество жизни с этим справляться может быть действительно не покупать или или что делать в этом случае спасибо эта тема такая актуальна она актуальна во все времена и когда и не особенно актуально для родителей и детей раннего возраста это до трех лет в особенности грудные дети подростков ими это происходит а именно то что все ненужные но и и и и они цвету и предметы которые представляют предметы обихода монеты там ювелирные изделия масса всех других и том числе какие-то детали от игрушек они попадают в детский организм это случается в любое время суток в любом месте в том числе отдаленном от медицинской помощи и 99 процентов случаев это случается по неосторожности переходящий безвечность часто извините за такую может быть жесткое высказание родители которые нередко дают дают детям разные предметы которые отвлекают их занимаются своими делами и потом обнаруживается этого предмета нет он попал в организм ребенка конечно мы как педиатры я в частности как главный врач главный педиатр департамента здравоохранения города москвы нас не может не волновать этой историей мы считаем своим толком выходить за рамки оказания медицинской помощи эти также как мы выходим за пределы больницы в плане состояния здоровья детей вообще по всем профилям а какие как экстренные ситуации связаны с попаданиями народных тел прежде всего потому что здесь опять же недокретение родителей и незнание недооценка потенциальной опасности и вреда этих предметов поэтому спасибо вам мария что вы тоже эту тему подняли неравнодушно вы всегда поддерживаете все проекты да у меня у самой трое детей поэтому вы знаете это тоже такой вопрос когда рядом какие-то батарейки кто-то что-то из пульта достал то есть это действительно как бы ты не можешь находиться ну вот прям каждую секунду да ну там все равно есть какой-то звонок кто-то позвонил ты куда-то вышел еще что-то да и в этот момент может произойти все что угодно и дети действительно сколько бы ты с ними не говорил о том что там какие-то пульки у нас там играем в эти нерфы еще что-то да то есть и вроде кажется там даже семь там восемь лет дети все понимают осознают но все равно может произойти действительно такая как бы ситуация вот любая что делать сразу вот тоже какие-то действия расскажите что должны делать родители в этот момент потому что еще же не всегда ты об этом ну как бы можешь вот в эту же секунду узнать да ты приходишь вроде ничего не изменилось но вдруг там на ребенок начинает заболевать как понять какие-то вот симптомы как вот как реагировать что сразу делать расскажите немножко чтобы все были родители понимали скажем более того когда мы анонсировали этот эфир так же как мы анонсировали другие наши темы мы получаем вопросы от родителей эти вопросы есть сейчас у нас здесь плюс вопросы которые будут в эфире конечно же поставили глобальные все эти вопросы мы на них ответим но предварительно наверное вкратце такое сделаем экскурс по всем этим проблемам и народным телам и я хочу сейчас предоставить слово доктору заведующей отделением эндоскопии нашей больницы кандидату медицинских наук каштонниковой анастасии сергеевной сергеевне которая непосредственно этим занимается каждый день и днем и ночь по ее вызывает и здесь не важно и она лучше всех расскажет какие случаются всякие неожиданности какие есть возможности что нужно делать и самое главное как упредить и эти такие несчастные случаи поэтому я с вашего позволения передаю слово я должен срочно идти на конечно 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 спасибо вам большое да мы продолжим обязательно эфир конечно спасибо вам анастасия добрый день добрый день добрый день мария здравствуйте уважаемые родители ну начнем наверное с того что в нашу больницу и членов хода поступает народные тела бывает разное мы идем физически на опасное не опасное не опасно и относится потому что они могут вызывать химический ожог магнитные шарики потому что они могут перфорировать орган да то есть обои не бывают отверстие они ток кровотечением и так далее и также острые народные тела это и молки булавки поезде нас наш матери не есть музей народных тел три огромных стенда где мы специально анонсируем родителям чтобы они смотрели видели вот которые детки до приходят на обследование чтобы они фотографировали снимали показывали своим родственникам активно пытаемся в сне это тоже пустить чтобы родители обращали внимание а ну к сожалению такие случаи у нас постоянно встречаются очень много детей последнее время поступало с батарейками именно батарейки сегодня это такое знаете действительно вот там пульт и ты сидишь дети смотрят телевизор и это же происходит но какую-то вот секунду до может там произойти поэтому на самом деле еще хотелось бы под вам задать вопрос что делать как вот вот это это вызывает сразу реакцию да или это ребенок начинает как бы потом температуру давать как что родителям делать какие дальнейшие действия вот если они понимают что вот например ребенок ну что-то проглотил но даже в какой-то момент даже не понимает именно пока что смотрите как правило как начинается сюда ребенок сидит играет родители не дадут руки и проглатывание любого инородного типа ребенок мама конечно слыша не только играл вдруг он заказ бывают а детки маленького возраста допустим ему водик и батарейка для него достаточно большая помимо кашля он может задыхаться и нить краснеть вырастно плакать может быть эффективно рвота в этот момент когда прокладывается еще воду вызывается работа опасность в том что инородное тело застревает то есть одно дело оно прошло да по с мужу а у детей маленького возраста полые органы маленьких размеров но это понятно да потому что есть конечно и это батарейка допустим в пищеводе и начинается выраженное слюно течение поэтому здесь уже надо насторожить не проглотил ребенок не может принимать нужно вызвать скорую медицинскую помощь и ни в коем случае он не давать ни еды и ни воды знаете что-то со звуком происходит и люди пишут об этом почему-то происходит какое-то вот прям заикание может быть еще раз перезайти не знаю как как сделать вы меня слышите да все пишут так плохо слышно заикается и я тоже как бы вас иногда слышу что как-то заикается может давайте продолжим если что я тогда перезайду как я сказал ни в коем случае родить когда они начинают давать воду или ребенку потому что рвота чем она опасна ребенок может аспирировать то есть все рвотная масса могут попасть в дыхательные пути ребенка нет ситуацию разовьется потом внимание помимо того что он еще инородное тело то есть ни в коем случае не давать пить есть как бы то вот ну обычно найти когда что-то ребенок подавился наоборот и даешь ему пить до чтобы более нам это мешает при проведении извлечения народного тела потому что мы берем детей на наркоз обязательно под наркозом это все проводится ну что дети эмоционально маленького возраста даже даже крупные дети да там 12-15 лет к нам попадаются но это только под наркозом и если полный желудок наркоз проводить опять же нельзя здесь приходится ребенка интубировать то есть проводить дыхательные пути трубочку для дыхания да чтобы ребенок спокойно дышал поэтому здесь вот это очень важный момент значит повышенное слюноотделение если мы увидим у ребенка вот какой-то вот эту перемену то есть это такой прям верный сигнал того что что-то ребенок возможно проглотил правильно организм нам показывать и основные вот эти симптомы это кашель это работа это слюно течение выраженное может быть боль в животе боль за грудиной детки жалуются да маленькие могут просто показывать больше они могут не сказать об этом них может быть вынужденная поза да то есть они руками так отталкивается потому что им тяжело проглотить и дышать бывает что вплоть до асфиксии то есть ребенок может кратковременно потерять дыхать дыхание это очень опасный опасный признак надо вызывать скорую помощь чтобы ребенка доставили в больницу где есть хирургическое отделение эндоскопия а скажите вот у меня просто у самой был такой случай один ну я правда слава богу себя взяла в руки при мне мой племянник приехали к нам гости и ему дали конфету до этого он делал совершенно нормально эти конфеты и тут у него вот он проглотил и так что вот он действительно начал синеть задыхаться то есть перестал дышать и я так понимала знаете ну то есть для меня это была очень неожиданная ситуация и я ну как бы я понимал что счет идет просто на секунды потому что дышать ребенок не может я перевернула то есть я попросила рядом взрослых перевернуть его ногами вверх да и просто начала даст ну прям рукой своей засунула прям в горло я конечно знаете ну так все быстро происходило я достала эту конфету что она прямо застаряла в горле я прям выковырила ее я конечно и она повредила как-то горло но тут уже было не до этого я ее ну достала вот вопрос такой что если все-таки ребенок именно давится то скорее всего правильно же надо перевернуть ребенка попытаться самим сначала если это где-то вот дыхательных путях то есть это попытаться самим это стучать по спине или что конкретно делать правильно или я сама сделала ну в результате я достал эту конфету слава богу все было хорошо но было действительно очень крайне страшно вот я даже до сих пор вспоминаю а я же начинаю сама заикаться запинаться потому что когда ты переживаешь те же самые эмоции это просто не знаю как вы работаете когда видите такое я просто вот до сих пор у меня руки трясутся когда я об этом говорю действительно ситуация и скорую помощь конечно она не приедет до в течение минуты здесь если у ребенка есть проявление асфекти то есть нарушение дыхания ребенка действительно можно перевернуть как вы сказали вертикально но это касается наверно только маленьких за голени ребенка за бедра да то есть мы берем они за бедра и вот таким грубо говоря скажу просто вытрясываем помощь и вот каких-то таких вот и народных телах гортаний до мешает ребенку дышать второй момент если ребенок более крупный или это взрослый можно подойти сзади и как бы применить прием хаймлиха да то есть надавить вот здесь на область мечтанного отростка у нас да то есть какие-то такие движения это создает давление и как бы народное тело может подкашлить самостоятельно и одновременно мы стучим вот эти ладошки между лопатками маленького возраста потому что просто сломать ему ребра да поэтому здесь нужно понимать своему взрослому можно это попробовать потому что это будет первую помощь скажите пока едет скорая ну какими-то предмет пытаться достать народное тело не стоит и вопросы родители и детки поступали когда вот одна мамочка она тоже напугалась она конечно не виновата да наручка залезла и начинает и лагортань и там был очень вырослый насек и у ребенка интубируем приниматься вот опять анастасия что-то опять лекается сейчас я хорошо вот все сейчас вас слышно вот повторюсь по поводу можно да по поводу она ручкой начала доставать инородное тело батарейку изо рта да и повредила ли лизистая была эрозирована потом и вызвала отек ребенка пришлось интубировать и он находился здесь не вы видите это инородное тело на языке вы можете вы не видите лучше либо перевернуть либо все применить вот этот прием или по спине потому что инородное тело они не только глотает они знаете сначала не очень маленькие а потом они разбухают такие на эту же ситуации у нас вы знаете вот в прошлом году на слава богу не было ни одного такого инородного шарик покупают для развития моторики они цветные красивые их воду они разбухают где-то до 10 раз примерно да и детки очень активно занимаются ручками да то есть они развиваются на моторе но к сожалению у нас были случаи вот двадцатом девятнадцатом восемнадцатого когда массово сошла этих веков облоченными инородными телами данного характера чем они опасны они разбухают желудочно-кишечном тракте до 10 раз если ребенок проглотил два-три шарика опасно даже если он один проглотил диаметр это вызывает кишечную непроходимость пища не может пройти закупоривается у ребенка выраженная работа начинается да он не может принимать и тенью могут привести да там тяжелым последствиям перитониту дата порации это более а мы такой важный признак это конечно а еще хотела узнать по поводу это вот вы сможете отметить на это про по поводу химии да вот я просто знаю такие случаи что но дети все равно обращают на какую-то химию порошки еще что-то да им это интересно и вот как быть насчет когда ты понимаешь что ребенок что-то вот мог что-то выпить или такое вот что-то ну то есть я просто знаю что это крайне опасно у меня вообще на эту тему прям знаете такой пунктик то есть я хожу по квартире и смотрю то что я однажды прочитала статью как ребенок к сожалению погиб проглотив такая знаете ну бывают порошочки такие они внутри в пакетике сразу они такие очень красочные яркие не буду называть фирмы и вот один ребенок проглотил и он к сожалению погиб и я поэтому меня на это пункции я хожу к дому смотрю кто ли чтобы ничего не оставилось то есть если что-то какую-то химию проглотил то что делать вот здесь как раз нужно промывать или тоже сразу ехать ну в больницу или как вот поступать да к сожалению такие случаи тоже встречались садить опасным панические средства для сборки труб это крот и какие-то уксусные материалы точные материалы они вызывают ожог слизистый этом течение пяти часов до такой степени до вплоть до перфорации до отверстия особенно это касается щекода потому что дети как правило они когда пробуют на вкус они могут сделать не сильно огромным глотком но этого хватает для маленьких осложнений что сделать на том этапе когда вы это увидели ребенок это больно это очень больно и вам нужно вызвать скорую помощь и ребенку дать большой вот здесь можно дать большой объем воды чтобы вызвать рвоту чтобы капкой эту жидкость эвакуировать из желудочного кишечного тракта потому что она все равно этот глоток про два глотка по пищеводу и желудок и она будет там стоять и вызывать ожоги да и отварнения в данном случае рекомендуется дать воду обычную простую воду и постараться вызвать у ребенка рвоту но опять по приезду скорая скорая как правило может промыть удок и привезти в больницу здесь мы эндоскопически уже а делаем осмотр в первые до сутки потому что это делать нужно только потому что далее если ребенка привезли поздно эндоскопически уже посмотреть какое-то время нельзя потому что мы подаем воздух да вы расправите пол и орган здесь уже могут быть перфорации мы можем провести исследование только на первых и определиться с протяженностью ожога глубиной ожога да и поэтому нужно все убирать конечно вот эти средства очень далеко высоко и под замок эти к сожалению очень интересуются яркие бутылки я у меня тоже ребенок я как мама эндоскопист когда у меня родилась моя девочка я сделала полную зачистку квартиры то есть честно вам говорю я очень этого боялась и я у меня я до сих пор вроде уже не маленький а я все равно смотрю там вдруг кто-то что-то мог оставить какую-то там я не знаю там средства для кухни ну вдруг где-то что-то поставить и у меня прям знаете глаз я на все эти бутылки сразу обращаю внимание потому что вот после одной той статьи и однажды у нас был случай в детском саду когда детки принесли в детский сад такая была история что у нас один ребенок в детском саду одногруппница вася проглотила прямо на уроке принесли разрешили чине разрешили не уследили за тем что ребенок принес и другая девочка взяла у нее и проглотила как раз вот шарик или монетку что-то вот в этом поэтому это конечно знаете иногда даже бывает где-то может происходить там где ты оставила ребенка и поэтому тут вот есть инородные тела которые не опасны допустим это монет когда родители обращаются когда скорая помощь приводит к нам больницу мы всегда делаем мы должны понимать какой народ где она находится и у ребенка допустим трех лет монетка у ребенка нет никаких клинических проявлений мы ребеночка можем отпустить на два-три дня домой спокойно мамочка его кормят и смотрят в стуле этой народное тело он может его естественным путем выделить здесь опасно опасность всегда предоставляет пищевод даже если обычная монетка попадает пищевод вот здесь мы и сразу извлекаем и родители потому что узенькая трубочка пищевод где монетка как бы натяжение вызывается боль и у нас есть выжидательная тактика тоже этого выходит естественным путем если родители боятся под наблюдением у нас были спокойно выгибли здесь нужно обязательно определяться и ехать в больницу дома очень опасно у нас был случай когда родители привезли ребенка через неделю тогда когда он проглотил магнитные шарики то есть представляете ребенок проглотил магнитные шарики родители только через неделю потому что думали что все выйдет магнитные шарики опасное народное тело они магнитятся друг другу они стенки перфорируют этот ребенок к сожалению попал на операционный стол мы не смогли доска помочь потому что шарики продвинулись очень далеко по пешечку и уже было предперфорации на момент обращения уже произошла перфорация ребенка выраженная клиника боли в животе непроходимость кишечная и пришлось нашим хирургам его оперировать то есть если вдруг родители понимают что что-то не то лучше пусть обратятся мы сделаем этот снимок исключим или понаблюдаем но ребенок останется у нас хорошее состояние и потом у него спокойно но это сто процентов тоже конечно может быть они прям знали что он проглотил и не поехали думали что да вот теряется в данных ситуациях или у кого-то спросят да ладно что там они же маленькие шарики не не опасны зачем их отвлекать вот как раз они опасны тем что они когда находятся в разных отделах они друг другу смагничиваются между ними стенки здесь есть инородные тела которые на рентгене не видны это игру пластмасс у нас палочки когда если у ребенка есть какие-то клинические проявления мы можем диагностическую изофагоз смотреть есть или нет то есть нам тоже надо определить не видно у ребенка тренинг а может ведем думаю исключим и тогда ребеночек вот много детей родители обращаются прогулоченными игрушками в основном это лего это маленькие детали вот у меня три пацана и все три очень любят лего и они есть прям совсем какие-то вот что делать когда если это лего такие какие-то пластмассовые маленькие игрушки я имею ввиду они же все равно эти детальки они достаточно маленькие вот что делать если это детальки такие то есть тут надо выждать хотя бы день-два может быть это выйдет или как себя вести смотрите детский ребенок во первых не слышно вас секундочку не слышно так сейчас слышно вот сейчас слышно официальное лего которые продают в магазинах они все рентгенконтрастные они стали добавлять туда вещество которое видно на рентгене но есть лего какого-то другого производства там как раз они не ведут и в данном случае опять же родители не знаю да маленькую ли он лего ли это потому что если маленький ребенок он вроде играл с игрушкой может быть и поэтому мы ребенка наблюдаем если нет никакой вот нормально нет попоили сами далее все проходит мы понаблюдали в стуле допустим смотрим да инородное тело мы можем провести эндоскопическое исследование чисто исключительно